Следующий всероссийский фестиваль студенческого творчества «Студ весна» пройдет в Казани. Это стало возможным благодаря безоговорочной победе нашей сборной в общекомандном зачете. Напомню, в этом году фестиваль принимал Владивосток. А уже в эти дни в Казани покажут фестивальное короткометражное кино «Кинематик Шотс». В программу вошли яркие работы молодых режиссеров из Сербии, Кипра, США и Франции. Стали известны цены билетов на поезд по высокоскоростной магистрали «Москва-Казань». Ориентировочная цена для туристов составит от полутора до двух тысяч рублей. Проектирование скоростной магистрали планируют закончить в 2016 году, а первый участок запустят уже в 2018. Проект подземной галерей на Бауна разморозили. Решение достроить подземную улицу, которую казанцы ждут уже 10 лет, приняли в мэрии города. На реанимацию необходима сумма в 30 миллионов рублей. В Казани лифт рухнул в шахту вместе с пассажиркой. Со слов девушки, лифт ухнул вниз где-то со второго или третьего этажа. О помощи ей пришлось ждать 20 минут. Жители дома утверждают, что это уже не первый случай неисправности. За эвакуацию авто с людьми внутри будут сажать на 8 лет. Законопроект об этом внесли на рассмотрение в Госдуму. Поводом стал казанский случай эвакуации автомобиля с ребенком внутри. Казанский экстрасенс предсказывает Полине Гагариной победу на Евровидении 2015. Первый полуфинал песенного конкурса прошел в Вене сегодня. 28-летняя российская исполнительница исполнила композицию «Эмильен Войсес». Стало известно имя мини-миста Тарстана. Ей стала 11-летняя Камила Маликова из Набережных Челнов. Юная королева красоты обошла в бескомпромиссной борьбе 32 конкурентки. В Казани вновь активизировалась мафия попрошаек. Одна группа подростков продает брелки и магнитики якобы в помощь Зеленодольскому детскому дому, другая в фонду Анжелы Вавиловой. Однако в самом фонде ни о каких акциях даже не слышали, а вот детский дом в Зеленодольске и вовсе закрыт несколько лет назад. В Казанском федеральном разгар экзаменационной сессии. В этом году она началась раньше почти на месяц. Мы решили узнать у студентов, хорошо это или плохо. Подробности в нашем вечернем выпуске 18.00. Не пропусти.